Предупредить именно с этой целью сотрудники госавтоинспекции по Ингушетии выехали на очередной рейд безопасности в Барсуки. Проверить допускают ли водители грубые нарушения. Если автолюбитель допустил оплошность впервые, то предупреждение. Если злоупотребляет, штраф. Сотрудники ДПС также проверяют и багажники. В основном под штрафные санкции попадают тонированные авто. Пленка снижает видимость на 50%, а в ночное время суток на 70%. Стоит ли рисковать? Если летом автолюбители оправдывают этот тюнинг с защитой от яркого солнца, то зимой понижать светопропускаемость смысла нет. Всего в Барсуках во время рейда задействовано 4 наряда. Акцент делается именно на эту дорогу неспроста. Совсем рядом здесь есть школа. Так что сотрудники ДПС следят и за скоростью автомобилистов. Не обязательно нарушать. Сотрудник может остановить автомобиль для проверки документов. Сотрудники ГИБДД рассказывают об итогах последнего профилактического мероприятия. По итогам рейда мероприятия было выявлено около 30 нарушений административных, в которых были выявлены лица, которые управляют транспортным средством с подложными реконстрационными знаками, лица, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. А нарушения у водителей бывают чаще подложные регистрационные знаки, без права управления. Есть лица, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. Все они выявляются и призываются, конечно же, к наказанию и тому, чтобы они в дальнейшем не нарушали правила дорожного движения. На этом рейдовые мероприятия не заканчиваются. Дежурить на ряды ДПС будут во всех населенных пунктах Назрановского района. Правоохранители призывают жителей проявлять сознательность. Хавагазикова, Хамзат Халухоев, Новости 24.